Впрочем, привыкли жители Украины и к политическому цирку. Вот и на этот раз смерть руководителя Белорусского дома в Украине без суда и следствия именует убийством. Но так ли это на самом деле и кто причастен к трагедии, никто из местных СМИ не волнует. Создать сакральную жертву на территории Беларуси фактически невозможно, а вот для Украины такое, увы, привычно. Кому выгодно политизировать трагедию? Авторский взгляд Марии Петрашко. Всем привет, я Мария Петрашко, агентство теленовостей. Руководитель так называемого Белорусского дома в Киеве накануне найден повешенную. Следствие рассматривает две версии – самоубийство и убийство с имитацией повешения. Новость трагическая, возможно, криминальная. Вот и все. Если бы не истерика оппозиционной пропаганды. Прям как по заказу все прозападные СМИ и иностранные агенты в один голос вдруг вспоминают о Шишове и объявляют об убийстве. Намекая то на российский, то на белорусский интерес. И это без суда и следствия. Но главное, как театрально выверено из него лепят сакральную жертву. Я думаю, Виталий очень бы этого хотел. Чтобы все поняли, что мирно у нас ничего не получится. Только если мы объединимся и возьмем оружие в руки. А теперь всем, кто верит этому, как под копирку состряпанному инфошуму якобы свободной прессы. Я предлагаю все-таки поднапрячься и попробовать рассуждать логически. Вот кто знал этого Шишова? Ну, только узкий круг невероятных. Он играл какую-то существенную роль? Очевидно, нет. Вдумайтесь, спецслужбы нашей страны много раз срывали постановку «Сакральная жертва». Спасая даже тучи, ими руками пытались совершить кровавый госпереворот в Белоруссии. И благополучно отправляли ее к детям с выездным пособием. Так вот, сам умер Шишов или ему помогли это выяснять следствию. Но то, что для Украины постоянные убийства журналистов, активистов с дальнейшими обвинениями в адрес Кремля или Минска – это новая нормальность – очевидный факт. И если к санкциям в адрес Белоруссии понадобится еще и пакет в адрес «Северного потока-2», то так и до Петрова с Башировым дойдут подозрения. Но вы, правда, полагаете, что существует российский или белорусский интерес в убийстве почти никому неизвестного Шишова, которого едва вспомнил даже белорусский журналист, знающий о беглых все и даже больше? Я полгода прожил исключительно тусовкой беглых, изучением людей в разных странах и разного уровня важности. В моей персональной таблице «Кто есть кто?» 427 фамилий. Фамилий Шишов там нет. Данный товарищ ничего из себя не представлял, чтобы даже вызвать интерес на ОНТ. Так что попытки сделать из него жертву заказного из Минска убийства будут смешными. Отмечу, что убийцы даже не попытались спрятать труп. Уж больно показательно это повешение. И вы полагаете, что это Минску нужны очередные санкции или международный скандал? Очевидно, это бред. И очевидно, что выгоднее это все врагам Белоруссии и нашего суверенитета. Интересно, а Госдепартамент США следит за расследованием убийств и избиений в Капитолии? И где, кстати, они были, когда в Одессе живьем сжигали людей в Доме профсоюзов? И до сих пор невиновных, никакой-либо следственной активности. А когда на несогласных с властью было настоящее сафари прямо на улицах Киева? Где был Госдеп? Шеремет, Бузина, Вороненко убиты. И их гибель была использована в политических интересах Киева. Господин Зеленский, а где контроль этих политических убийств? Ну как-то поздновато спохватились власти Украины и даже запретили одному из руководителей Белорусского дома в Киеве въезд в Украину. Как угрозе национальной безопасности. Правда, криминальную ситуацию в Незалежной этим явно не исправишь. Огромное количество преступлений происходит ежедневно. И ничего не расследуется. Огромное количество людей, которые уже доказано следствием, виновны в убийстве, как, например, в убийстве того же Олеся Бузины. Все знают, кто его убил, кто эти два человека. Но никто и пальцем не пошевелит, чтобы их арестовать. Заявление Тихановска о якобы угрозах и вынужденном побеге из Беларуси. Ложь. Выпады невероятных на Олимпиаде, провокации. Какие-то неслучайные случайности, череда которых на новый санкционный пакет тянет. Надо было подгадать именно в тот самый момент, когда у Беларуси проблемы, надуманные, я абсолютно считаю, проблемы, из-за спортсменки. То есть у Беларуси новые проблемы, новый виток. Протасевич уже забыт, теперь спортсменка. И здесь в этот же самый момент убивают этого человека. Вопрос, зачем этот фарс украинской власти? Обвинение, постоянное убийство без поиска виноватых. Неужели это легкий способ отработать западные кредиты? Убийственная незалежность? Сегодня вот в Киеве человек с гранатой заходит в здание правительства. И нас это уже даже не удивляет. Люди вокруг реагируют на новость словами «это же Украина». Репутация страны просто убита. Инцидент с гранатой у ветерана батальона Айдар – это его личная агония. Агония сейчас и оппозиционных сил с их западными кураторами. После неудавшегося мятежа и попытки госпереворота в Беларуси и накануне годовщины того самого Блицкрига – августа. Кстати, сам убитый пользовался поддержкой активистов другого карательного батальона Азов. Среди них и один из участников нападения на экс-президента Украины Петра Порошенко. И к чему могла привести агония, например, таких приятелей Шишова? Вопрос открытый. Но куда интереснее, что в самой оппозиционной тусовке украинских выходцев из Беларуси шепчутся о финансовой подоплеке и неслучайности исчезновения Виталия. Мол, денежный конфликт с интересным персонажем Денисом Лавникевичем, он же Стаджи, он же мошенник, создавший целую сеть фейковых экспертов. Комментарий которых продавал солидным изданием. Но обман вскрылся Стаджи, бежал в Незалежную, откуда и сейчас распространяют фейки. Мол, убили Виталия, мол, пытаются напугать так других оппозиционеров. Угу. Скорее, украинских. Трагедия, напомню, произошла в Незалежной. Я к нашим белорусским смогерам обращался и говорил им, приезжайте в Беларусь, вы только здесь в безопасности. Отстреливать вас начнет ЦРУ или СБУ или кто угодно, куда вы там приехали. Вы когда туда приехали, вы подписали себе смертный приговор. Очевидно, что погибший не был опасен белорусскому государству, да и оппозиции он был полезен лишь раз, и то оказавшись мертвым. Ну а если по-человечески? Не дай бог, чтобы до 9 августа назначили еще одну сакральную жертву. Просто, чтобы вновь попытаться раскачать. Годовщине. И это так, для всех сомневающихся и верящих оппозиционной пропаганде, буквально героизирующей Шишова, вы уж меня простите за рифму, но герои гибнут на постах, в бою, а не повесившись в лесу.